В Казани продолжает свою работу образовательный лагерь Volunteers Academy. 29 сентября началось своение тура. Руководители региональных волонтерских центров посетили спортивный объект универсиада 2013. А именно, центры грибных видов спорта, центры художественной гимнастики, деревни универсиады, международный информационный центр, академию тенниса, дворец волейбола Санкт-Петербург. Поездка вызвала у ребят бурю эмоций. Хоть я и казанский, но я узнал из себя много нового, побывал в международном медийном центре, информационном центре, очень интересный, такой объект действительно единственный в России. Тур был просто замечательный и очень полезный, на самом деле. Мы посетили большинство объектов. Больше всего на меня произвела впечатление, конечно же, академия тенниса, поскольку я когда-то занималась теннисом, и просто это шикарное здание. Мы узнали сроки, в которых это было построено, мы просто были в шоке. Нас это очень сильно поразило и удивило. Веню Тур, несомненно, помог представителям других регионов. Ведь знания и информацию, полученные ими в ходе поездки, они донесут до волонтеров своих городов, которым предстоит работа непосредственно на этих объектах во время проведения универсиада 2013. Это европейский уровень. Я нигде не видела таких сооружений, как здесь, именно спортивных. Мне очень приятно, что это относится именно к России, что Россия именно принимает на себя вот это вот такое знаковое мероприятие. И мне даже, если честно, немножко так стало, захотелось пожить в Казани, потому что если бы я жила в таком городе, где столько спортивных объектов такого уровня и такого качества, то непременно бы я нашла время заниматься спортом, тем более, когда такое разнообразие и есть разных видов спорта. Как отметили руководители волонтерских центров, все спортивные объекты универсиады 2013 обладают преимуществом. И до проведения всемирно-студенческих игр осталось меньше года, а объекты используются уже сейчас. Как нам сказали, там сейчас студенты занимаются, просто для жителей города там вполне приемлемые цены. То есть, в принципе, эти объекты не только для универсиады и для 2013 года, но ими пользуются уже сейчас и будут пользоваться после. Позже в самом лагере прошла презентация специальных проектов в Казань-2013. Участником Волонтерс Академии был представлен образовательный проект урок универсиады, который презентовал руководитель аппарата, советник генерального директора исполнительной дирекции Казань-2013 Лариса Сулима. Ну, вообще, наша история с регионами, ей уже исполняется ровно один год, и нам очень радостно и приятно, что сегодня в Волонтерскую Академию «Намбе 3» приехали все участники эстафеты «Флага», начиная от столицы нашей Родины, город Москва, культурной столицы Санкт-Петербург. И если брать географию эстафеты «Флага», которая прошла по Приложескому ферму оборудованию, то абсолютно все 13 столиц здесь. Проект «Транспортное обеспечение универсиады-2013» был презентован заместителем генерального директора исполнительной дирекции Казань-2013 Азатом Галиахметовым. Он рассказал, какие транспортные услуги будут оказаны волонтерам во время проведения Всемирных студенческих игр-2013. Важная составляющая – это доставка волонтеров из регионов России, бесплатная транспортировка ребят в городе с помощью аккредитационных бейджов, а также использование системы, приготовленной для клиентских групп игр. А это означает, что волонтеры команды 2013 смогут свободно передвигаться между объектами с участием спортсменов. Слушателям также представили проекты эстафеты «Огня» и культурную универсиаду, проинформировали об организации церемонии открытия и закрытия игр. Директор департамента медиа Диляра Хасанова рассказала об информационном сопровождении универсиада 2013. В медиа-волонтеры на универсиаде – это наше всё, на самом деле. Мы очень рассчитываем на волонтеров именно в нашем направлении, потому что привлекать ребят будем как в новостном сервисе игр, как в работе, в выпуске ежедневной газеты универсиады, так и в организации работы непосредственно самих пресс-центров. Поэтому мы рассчитываем на действительно ответственных, профессиональных, серьёзных ребят, которые готовы вложиться своими силами, эмоциями в такой замечательный наш проект, всероссийский проект, как универсиада. Работа в Волонтерс Академии в молодёжном центре «Волга» завершится 1 октября.